У-у-у! Ребята, мы улетаем в космос! Ребята, мы летим в космос! Всем пока! Мы улетаем на Луну! Посмотрите на нашего Перса, она в шоке! Мы летим! С бешеной скоростью приближаемся к земле! Падаем! Здравствуй, упоротый самолетик, который не захотел катать меня в прошлой серии. Приветствую вас, мои дорогие друзья! Кто зашел посмотреть Scrap Mechanic? Так, я решила, что у нас уже что, самолет был, машинки были, домики мы с вами строили, мотоциклы строили. А вы знаете, мы одну ракету с Олегом строили, но она у нас вышла такая забавная, похожая на Бизона. И я сегодня решила, что нам нужно сделать что-то более классическое, с таким вот острым носом, чтобы мы с вами могли прямо на солнце улететь. Поэтому я предлагаю сейчас найти где-нибудь в ближайшем месте площадочку. И мы с вами попробуем построить ракету, ну такую классическую, как я уже говорила. Я надеюсь, что вам нравятся серии по Scrap Mechanic? Механик? Как многие пишут механик? Не, ребятки, по-английски Scrap Mechanic. Так вот, если вам нравятся серии, не забывайте ставить лайк. И я жду ваши интересные предложения. О, вот наша вся техника. Жду ваши все предложения в группе. Может быть, что-нибудь еще интересное предложите, мы с вами смастерим. Ну что, я сейчас набросаю. У меня, честно говоря, какая-то вот конкретной идеи нет. Ну, то есть я хочу построить ракету, и я сейчас буду отталкиваться от каких-то своих... Смотрите, лирдер, пушинка. Да, так вот, от каких-то собственных идей. Поэтому начинаем, как обычно, ставим где у нас тут центр. Ставим здесь лифт, и я начинаю строить. И буду вам впереди, периодически, периодически показывать, что же у нас будет получаться. Потом мы с вами, конечно же, попробуем взлететь. Поехали! 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 Продолжение следует... 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 Довольно симпатичная, космическая. Честно говоря, я даже не представляю, как я наверх буду забираться. Потому что, вы сами видели, приходилось строить высоченные башни. Хотя, знаете, мы можем полосочки сделать, как у зебры. Ну, такие, черно-белые, с желтыми вкраплениями. Либо какие-нибудь неоновые. Например, ярко-голубой. Или ярко-салатовый. Или ярко-оранжевый. Ну, сейчас посмотрим, разберемся. Я надеюсь, что мне хватит высоты. Ну, давай, хотя бы ради этого. Есть! Так, хватило. Чудненько. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Вперед у нас идет сюда. И сюда. Так. Продолжаем. Ой, тихо-тихо-тихо. Убираем. В общем, я решила, что у нас должна быть такая вот симметричная ракета. Я надеюсь, что она получилась симметричной. Хотя, я знаю, что у нас бывают косички. Я сделала, получается, сзади у нас открывается по нашему стандарту. Такой, типа, трап, по которому наш главный космический товарищ будет подниматься. И здесь я вывела кнопочку сбоку. Я понимаю, что если теоретически наша ракета должна быть очень герметичной полностью, ну, здесь у нас с герметичностью будут проблемки. Также я добавила... У нас, кстати, внутри, получается, ракета довольно-таки, ну, просторная. Потому что, помните, раньше мы с вами сколько строили. Давайте заглянем. Вот заходишь внутрь. А тут вообще нет места. То есть, ну, там мы еле-еле втискивались. Я тут решила пару цыплят поставить. И пару вазончиков. То, что любит ставить Олег. Также я добавила хорн. Прекрасно. Прекрасненько. Так, здесь у нас наш контроллер, который у нас... Давайте перек... А, я думала, растения можно с вами взять белыми. Так. Не, пока нам садится рано. Я еще пока не хочу. Давайте возьмем кого-нибудь... О, слушайте, давайте мятный. Хочу мятным все сделать. Вот пусть у нас будет, получается, вот эта вторая часть. А может, и не мятный. А я не знаю. Мне кажется, либо вот такой салатовый. Хотя мы с вами салатовый уже делали. Можно вот такого цвета. Ну, давайте попробуем. Ну, а если мятный? Такой вот. Знаете, мне вот этот... А если вот такой? Давайте посмотрим вообще, что у нас тут из ярких цветов есть. Так. Знаете, мне вот этот салатовый нравится. Вот этот, который мы выбрали. Поэтому давайте-ка сделаем его. Так. Смотрите. У нас сразу такой вот... Немножко странный упор. Это получается наш... Не звездолет, это именно ракета. Ну, ладно. Че уж нам. Мы любим яркое все, правильно? Я решила, что у нас ракета, получается, вот будет такая у нас разноцветная. Плюс, к тому же, я, получается, использую вот эти цветные блоки. Честно говоря, они, ну, они, наверное, скорее всего, чисто декоративную несут в себе цель. Потому что, как вы видите, они особо-то ярко не светятся. О-о-о. Знаете, что мне напоминает наша ракета? Ёлку она мне какую-то уже напоминает. За счет этого зеленого цвета. Ну, мне кажется, она так будет хотя бы повеселее смотреться. Да, она немножко футуристичная получилась. Но, с другой стороны... Так, а мы, может быть, нас... Надо нам нашу эту конструкцию на лифт поставить. Мы ее чуть ниже сможем опустить. Потому что нам в любом случае нужно подняться на самый верх. Скорее всего, сейчас будем как-то в майне строить под себя. Так будет как-то попроще. Так, и вперед у нас, по-моему, да, остался? Да. Так, поехали. А-а-а, интересно. Знаете, в принципе, что-то построить такое вот необычное, интересное. Тихо. Главное не съезжать. Зеленым сделаем этот самый. И тут зелененьким. Мы не жалеем зелененький цвет. Что-то интересное всегда интересно построить. Потому что, честно говоря, хотелось попробовать интересную вот такую ракету настоящую сделать. Но, как вы видите, у нас с Олегом действительно какой-то был упорт и бизон. Так, вот. Это уже интересно. Так, покрасим наши двигатели. Хотя они особо цвет не поменяют. Ну, разве что вот эти желтые полоски. Но, все равно. Мне пришлось выкрутить их на максимум, потому что у нас ракета, опять-таки, особо лететь не хотела. Мощность. Поэтому давайте сейчас поднимемся повыше, кстати. Так, ну что? Уважаемый товарищ. Стройка-то под себя. Так. Он может, если грамотно нажимать, то по два блока под себя ставить. Так. Где наша красочка? Ой, что-то мы высоковато поднялись. Да. Надо нам... Нет. Чистить нам. Хоп-хоп. Ну да. Красить нам придется с разных сторон в итоге. Потому что, как вы видите, у нас тут получается с одной стороны одно. С другой стороны другое. Придется со всех сторон лезть. Ну ладно. Так. Что у нас тут? А, тут у нас еще блоки. Я тут немножко, получается, накосячила. Давайте с салатовым. А вот этот верх я предлагаю сделать белого цвета. Кстати, белая труба пусть будут. И там я решила две светяшки. Если вдруг мы с вами встретим инопланетян, то инопланетяне увидят наши светящиеся огни. И, конечно же, примут нас в свои объятия. Так. Что-то уже какая-то ересь получается. Берем дальше зеленый цвет. Берем. Берем. Слушайте, а может мы на саму ракету запрыгнем? И так сможем покрасить? А то, мне кажется, что если мы будем сейчас вверх строить различные эти штуки, то у нас ролик вообще затянется на непонятно сколько времени. Так. Поехали. Тихо. Ах! Господи, я думала, что мы уже сейчас упадем. Так. Давай, родненькие. Ну, крась. Крась тебе, говорят. Говорют. Тихо, ребят. У нас тут, знаете, как по этому самому мы ходим. Под куполом цирка. Только у нас тут не цирка, а какая-то ракета непонятная. У нас наш товарищ очень активно прыгает. Блин, я все время думаю, что вот эта красная штуковина торчащая, это наша ракета. Ну, какая-то частичка. Тихо. Тихо, ребят. Нам надо как-то... Тихо, тихо. Чуть-чуть. Нам осталось совсем немножко. Все. Вот там. Мы упали. Блин, так и думала. А мы не до... Ну, вот мы сюда можем разве что. У нас... Ребята, у нас остался один квадратик. Ну, вы что шутите? А если так? Тихо. Ну, давай, пожалуйста. Родненький. Вот, вроде же выделили. Или это не он? Тихо. Смотрите. По-моему, получилось. Получилось. Ура, товарищи. Наша... Понятно. Наша светящаяся елка в виде ракеты. Почти прокрашена. Да ты что издеваешься? Ты мне тут реш... Не, ну, ребят, ну это уже совсем не честно. Ну. Давай, родной. Ну, это уже издевательство по лондону какое-то. Нет, ну, вы посмотрите, не хочет. Ладно. Че уж нам-то? Прыгай. Давай уж. Надеюсь, сейчас нам хватит высоты. Угу. Хватило. И на том спасибо. Так, ну что? Все, я надеюсь, уже больше дырок у нас нет. Все вроде закрасили. Вроде все закрасили, друзья мои. Поэтому давайте сейчас сломаем эту штукенцию. Ты нам уже больше не нужна. Так. Проваливай отсюда. Блин, мне нравится тут все ломать. Так, значит, тут у нас свет еще остался нераскрашенным. Поэтому я предлагаю тоже взять беленький и фонарики наши закрасить в белый цвет. И я уже хочу протестировать эту ракету, потому что, честно говоря, столько строили-строили, а тест у нас еще не проходил никакой. Плюс нам надо еще посмотреть, что у нас там внутри. Давайте кнопочку сделаем белого цвета. Так. Заходим внутрь. Ну, у нас пол не прокрашен, понятное дело. Давайте пол, наверное, белым сделаем. Чисто все так по красоте получается. Так, значит, нам нужно кресло сделать зеленым. И вот эту штуку сделать зеленым. Все? А-а-а. Ну да, тут же у нас потолок не докрашен. Точно, точно. Слушайте, а вот давайте потолок сделаем голубым. Типа, знаете, как имитация звезд... Не-не-не-не-не. Тут у нас это внешняя сторона. А вот внутреннюю сделаем... У нас, получается, нужно вот такой отступ. Давайте вообще со всех сторон сделаем отступы. Потому что будет не очень красиво. Так. Берем синенький. И, смотрите, начинаем, получается, не с краев. О! Слушайте, а мне нравится. Давайте пусть будет синее все-таки радио. И тут парочка синих таких полосок. Слушайте. Красиво-то. Ну, лично мне нравится. Я надеюсь, что вам тоже нравится. Вы же лайком нас поддержите. С нашим прекрасным звездолетом. Так, вот тут у нас почти дырка, но у нас ее почти уже нет. Я предлагаю садиться. Угу. И тут я увидела, что у нас рожок не покрашен. Так, я думаю, что нам нужно немножко отдалиться, посмотреть... О-о-о-о... Ракета... Ракета... А, это максимальное отдаление, да? Ладно. Ну что, ребятки, вы готовы к запуску? Я готов. Ну что, начинаем обратный отсчет. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Троп поднят. Полетели. У-у-у-у. Ребята, мы улетаем в космос. Ребята, мы летим в космос. Всем пока. Мы улетаем на Луну. На Луну, друзья, мы держим с вами курс. Всем чао, бомбина. Я улетаю. О-о-у. Тихо, тихо, тихо. Нет, мы с бешеной скоростью приближаемся к земле. Падаем! Ребят, ну у нас получилось. Мы же взлетели. Наша ракета работает. Слушайте, я горжусь нашей ракетой. Да, она у нас, конечно, не валяшка еще та получилась. Но мы с вами взлетели. Мы долетели с вами практически до солнца. Мы сможем туда вылететь? Блин. Но, как вы видите, у нас тут ни поворотников, ничего нет. Так. Может, ты как-то развернешься, нет? О-о-о-о-о-о-о. Я предлагаю еще один тестовый взлет сделать. И подведем уже итог этой серии. Так, родная моя. Иди-ка ты сюда. Вот стань здесь. Вот я тебя здесь хочу поставить. Хоп. Смотрите, нам даже трап любезно открыли. Спасибо, и закрыли сразу же. Хорошо. Дубль два, друзья. Дубль два. Мы с вами закрываем дверцу. Мы с вами сели. Вот наша ракета. Ракета к запуску готова. Все, друзья, улетаем. Но нас начинает грить, потому что у нас немножко тут перевес, недовес. Ох, ты ж ничего себе. Посмотрите на нашего перса. Она в шоке. Мы летим. Ужас какой. Я просто в шоке. Все, теперь мы падаем. Мы просто падаем, друзья, в невесомости. Я надеюсь, мы хоть не зависли. Эй, ку-ку. Слушайте, походу мы зависли, нет? Я не вижу ничего. Где мы падаем? А, фух. Так, пусть мы сделаем сальто. Может у нас... Нет, нам не удастся развернуться. Бум! И мы выпали, получается, вообще. Так, где у нас тут что? Вот у нас тут трап наш открылся. Ой. Здесь все живы. У всех все хорошо. Никто ничего не сломал, не пострадал нигде. Так, все, ракет. Стой. Стой. А я пока с ребятами поговорю. Фух, друзья. Тихо. Нет, я не хочу эту ужасную ракету. Тихо. Стоим. Нет, мне, в принципе, ракета нравится. Так, ребятушки. Ну что, подводим маленький итог. Я решила сделать такую классическую. Хотя, стойте. У нас же тут можно еще крылья было бы ей добавить. Хотя бы по бокам. Я предлагаю попробовать. Не крылья. А, хотя мы их, наверное, и не сможем добавить. У нас же тут такая вот конструкция прямоугольная. Поэтому мне, ребятки. Теоретически здесь с боков, знаете, можно было добавить здесь вот такие крылышки, которые, ну, типа, наверное, как играют роль хвоста, что ли. Я, конечно, не сильно в космических кораблях и в их строении. В принципе, можно было бы их добавить, но это все зависит от вас. Пока что я сделала такую более-менее, ну, а, вот нас тут, кстати, мы немножко кривонули. У нас получается здесь, хотя странно, вроде эта часть должна быть тяжелее. В общем, она у нас не очень симметричная, получается, получилась. Мы немножко назад ее убрали. Но, в принципе, у нас, смотрите, она довольно-таки рабочая получилась. То есть у нас есть трап, по которому мы можем подняться. Мы можем здесь сесть, взлететь. Мы можем прямо вот сейчас взлететь куда-нибудь, нас может отбросить. Хопа! Мне всегда нравилась эта фишка. Так, друзья, в общем, вот такая у нас немножко странная, немножко необычная. Но все же летающая ракета получилась. Я надеюсь, что вам было интересно. И если вы хотите больше роликов по Scrap Mechanic, не забывайте ставить лайк и пишите в комментариях ваши пожелания, что вы хотите увидеть в новой серии. Я буду с вами прощаться. Всем чао. Пока-пока, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok